Ну вот хороший вопрос, смотрите, то есть жизнь людей делится на три слоя. В самый нижний слой там находятся люди, или не обладающие знанием, или которых туда судьба прижимает в результате того, что тяжелый период. В первом случае, когда люди не обладают знанием, они живут, считая себя центром жизни, мы об этом вчера говорили на лекции, у них очень низкое понимание, кто такой я, они считают себя материей, и очень сильно привязаны к сексу, к вот этим всем вещам. Выпивка, секс, и такому человеку помогут только сильные страдания. Лично вы не относитесь к этой категории, но есть одна проблема. Депрессия тоже невежество. Когда человек находится в депрессии, это тоже невежество. Депрессия означает нежелание жить. Тяжелая судьба не должна быть основанием для нежелания жить, она должна быть основанием для подвига, для серьезного труда души. Вот вам нужно очень серьезно трудиться душой сейчас. И даже ваш муж, как бы не надо, поймите, что он является олицетворением вашей прошлой судьбы, просто прошлой. Понимаете, когда атмосфера невежественная, то есть женщина обычно в невежестве, в депрессии, мужчина обычно ведет себя безобразно, и это означает слой жизни определенный, с которого надо вырваться. Если вы из него вырветесь, то дальше Бог будет вам помогать изменить вашу ситуацию в жизни. Сейчас с ним ничего не сделаешь. Вот хоть его прибей. Понимаете, ничего не сделаешь, потому что у вас такая жизнь просто и все. То есть вы находитесь в этом низшем слое, и там очень тяжело, там невыносимо жить. Из него вырываются только молитвы серьезно. А вы можете принести, вот положить туда. Спасибо. Я не знаю, но против этого не нужно с ним расставаться, а нужно дальше молитвы. Вот смотрите, расставаться никогда не нужно, но есть два варианта жить с человеком, который ведет себя безобразно. Если он смиренно себя ведет, то есть он раскаивается, но не может ничего с этим сделать, тогда не надо с ним разделять свою территорию в жизни. Но при этом не надо строить близких отношений также, потому что иначе вы, получается, поощряете его. Если человек бьет, издевается, то есть нагло себя ведет, оскорбляет сильно, тогда надо жить раздельно, но не разводиться и молиться за отношения. Вот такое правильное поведение. Да, нормально, вам нужны силы, потому что вы оскверняетесь рядом, вы как бы становитесь несчастной, замученной, ну вы как обесточенной становитесь, будем так говорить. Это означает, что нужно дистанцироваться. Это тема нашей сегодняшней беседы. Судьба по-разному может действовать, не надо никого бросать. Но надо знать, что если близкий человек ведет себя безобразно, то грех находиться рядом с ним. И никто не отменял грех также развода. Поэтому единственный выход — это жить на дистанции и ставить условия отношений. А если он, допустим, разрушит в этом случае отношения, это его проблема, не ваша, это его выбор. Но ваш выбор, человек не должен унижаться, понимаете, никогда в жизни не надо, чтобы тебя оскорбляли. Ну то есть не надо находиться в унизительной атмосфере. Если она создается такая унизительная, вы не обязаны жить вместе с этим человеком. Вы можете жить раздельно. Это не является грехом, а наоборот является благородным правильным поступком. Садитесь. Вот смотрите, всегда сначала, когда мы только начинаем сражаться за свою судьбу, кажется, что виноват кто-то другой. В этом случае ничего не сделаешь. Это безнадежная ситуация. Потом человек молится, и он понимает, что вина находится в судьбе, что виновата судьба, моя судьба, моя жизнь заставила его так себя вести. Меня судьба наказывает. Это вторая стадия приближения к победе. И третья стадия приближения к победе означает, что я виновата, не судьба даже, а я виновата во всем. Но не по отношению к этому человеку. А я отрабатываю свою вину перед временем, за прошлые поступки. Вот. Я примерно вижу, что вы делали до этого, но нет смысла об этом говорить. Потому что вы сами должны увидеть, чтобы такие вещи говорить. Это будет, получается, есть такой вариант меня назвать фантазером в этом случае. Понимаете, пока вы считаете его виноватым, это значит, что вы еще не дошли до победы. Вам нужно в молитве двигаться до победы. И когда победа придет, вы почувствуете, что вы как бы свою судьбу отрабатываете. Его вину при этом никто не отменял. Вот. Но она вас не будет задевать. Вы не будете униженной, несчастной, обиженной быть. Не будете. Понимаете? Сейчас, если говорить об этих отношениях, то проблема заключается в том, что вы не знаете, что такое любовь. Любовь, настоящая в таких случаях, это добрая строгость. Надо быть строгой, понимаете, а не снисходительной. Не терпеть, а утверждать истину перед ним. И одно из способов утверждения истины — это дистанция. Это показывает на то, что вы начали действовать, что-то делать для того, чтобы восстановить справедливость. Понимаете, человек должен всегда восстанавливать справедливость. Он не должен терпеть беззаконие. Понимаете? В вашем случае вы вот сейчас начали восстанавливать справедливость. Но не нужно злобы при этом. Поймите, что это действует ваша судьба, ваша собственная. И также поймите, что если вы будете думать о он, о он, о он, то победы над судьбой не будет. Она должна вернуться в сердце, судьба, и там должна наступить победа. Такой путь. Начиникак.